Добрый вечер, дорогие друзья! Совсем недавно ученые выяснили, что улыбка улучшает обучаемость и повышает объем памяти. То есть, если вы не знаете правильного ответа на вопрос, то просто улыбаетесь и в конечном счете все равно поумнеете. А что это означает? Что сегодня, даже если кто-то проиграет, то в конечном счете все равно выиграют все. Во всяком случае, так будет на интеллект-шоу «Умнее не придумаешь». 16 команд, сформированных по профессиональному признаку, в течение трех месяцев будут встречаться здесь, в нашей игровой студии, для того, чтобы выяснить в конечном счете, кто же из них сможет сказать о себе «Умнее не придумаешь». Но команду эту, победительницу второго сезона, ждет, конечно, не только почет и слава. Победители первого сезона уже отправились путешествовать в Черногорию. А вот каждый из участников команды-победительницы второго сезона получит от партнера программы «Технобанка» карточку премиум-класса «Виза Голд» и сможет в полной мере оценить сервис самого высокого уровня. От идеи до прибыли один банк — «Технобанк». Ну что ж, дорогие друзья, у нас все еще продолжается первый тур второго сезона, а это значит, что в нашей игровой студии мы встречаем две новых команды. Ну как, одна действительно совсем новая, команда, которая называется «Химики». Она находится в красном углу нашего интеллектуального ринга. Ну и, в общем, нетрудно догадаться, что команда с названием «Химики» объединяет «Химиков». А что же касается их соперников, команды в синем углу нашего интеллектуального ринга, то команда эта называется «Четыре перца». И эта команда нашим постоянным зрителям наверняка знакома, поскольку это финалисты первого сезона. Вот они вновь прошли предварительный отбор. И сегодня вновь начинают свое путешествие с надеждой, ну, как минимум, на такой же успех и во втором сезоне. Команда «Четыре перца» представляет компанию «Ю энд Ю», белорусского производителя специй, компания «Ю энд Ю», эксперт в мире вкуса. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а теперь я по традиции прошу представить своей команды поподробнее, их капитанов. Итак, Виктор представляет команду «Химики». Прошу. Здравствуйте, друзья. Я рад представить вам команду «Химики». Итак, первый участник. Атлант химической промышленности. Ну, не в смысле, что холодильник. Этот человек держит на своих спортивных плечах всю промышленность химии Беларуси. Сергей Бруханчик. Здорово, участника нашей команды. Друзья ласково называют Юрка «Золотая ручка». Потому что он на самом деле мастер на все руки. Юрий Калугин. Третий участник нашей команды знает, как из плохого химика сделать хорошего химика. Именно этим он и занимается. Виталий Кольцов. Ну, и кто отважится представить капитана с таким командным голосом? Давайте я отважусь. Ну, давайте. Виктор наш капитан. Гигант мыслей наш. Генератор идей. Ну, и гордость нашего интеллекта. А если к нему еще «Золотую ручку» приделать, это вообще. Я думаю, что за этим дело не станет. Спасибо. Ну, что ж. Я думаю, что вы достаточно напугали соперников. И теперь я предлагаю Виталию представить свою заслуженную команду. Итак, наша команда. Все те же лица. Это наш мистер Уайт, белый перец. Михаил. В детстве его родители хотели, чтобы он стал врачом. И подарили белый халат. Халат как раз-таки пригодился, но он стал главным технологом. Главный технолог Михаил. Александр. Из детского сада он притаскивал домой только машинки. И поэтому он стал начальником транспортного цеха. Александр. И человек, на котором лежит у нашего предприятия, на нашем предприятии вся черная работа, который знает, что делать, как делать и с кем это делать, это наш Виталий, директор по производству. Ну, понятно. Если Александр тащил из детского сада с собой машинки, то Виталий норовил притащить воспитательницу. Друзья, кто представит капитана? Традиционно капитана представлю я. Наш капитан, наш IT-специалист, наш парус в море информации Виталий. Ну вот, теперь мы знаем о наших игроках сегодняшних все или почти все. А это означает, что у нас есть почти все, чтобы начать игру. Меня зовут Михаил Марфин. Это интеллект-шоу «Умнее не придумаешь». Это самое начало. Это первый конкурс, который так и называется «Интеллект-старт». И жребий уже определил, что первыми свои 100 секунд будут использовать участники команды «Химики». Готовы? Конечно. Ну, тогда вам придется за 100 секунд постараться ответить, как обычно, на максимальное количество вопросов. Поехали. В честь какого путешественника был назван целый материк? Америка. Америка без кучи. Верно. Кто снялся в главной роли в фильме «Маска»? Джим Керри. Джим Керри, верно. Назовите автора «Одиссея и Илиады». Гомер. Правильно. Как в Швеции называют незамужнюю женщину? Незамужняя женщина. Фрекин ее называют. Какая актриса озвучивала и чебурашку, и зайца из... Румянова. Клара Румянова. Нет. У растения сорт, а у животных... Вид. Порода. В какой области академик Андрей Сахаров получил Нобелевскую премию? Химия. Химия. Нет. Премию мира он получил, друзья. Какие созвездия на латыни называются «Урса Минор» и «Урса Майор»? Урса Майор. Совершенно верно. Он погиб в 1779 году в ссоре с туземцами сандвичевых островов. Джеймс Кук. Джеймс Кук. Совершенно верно. В какой стране, по мнению псевдо-четушки Чарли, много диких обезьян? В Бразилии. В Бразилии, верно. И российская спортивная команда, и герой истории Древнего Рима. Спартак. Спартак, правильно, кто первым в мире затратил на кругосветное путешествие меньше двух часов. Гагарин. Юрий Гагарин, конечно. Какой российский город в советское время назывался Куйбышев? Тамара. Самара, правильно. Скажите по-грузински «старший за столом». Тамада. Тамада, верно. А шкатулки из какого материала поведал нам Павел Бажов? Малахит. Малахит. Как назывался план немецкого командования по захвату СССР? Барбароссов. Верно. План Барбаросса. Загадка. Пойду в баню черным и с баню выйду красным. Кто это? Рак. Рак, правильно. Один из сыновей какого корсиканского семейства сделал карьеру и стал императором Франции? Наполеон Бонапарт. Наполеон Бонапарт. Итак, 18 вопросов было задано. На 14 получены правильные ответы. И для неофитов нашей игры это замечательный результат. Наши поздравления. 4 перца готовятся использовать свои 100 секунд. Ну, поехали. Скажите, большая волна по-японски? Цунами. Цунами, верно. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Почтальон. Ее называют бабушкой шведских сказок? Верно. Какой турецкий город расположен на двух берегах пролива Босфор? Верно. Сколько всего фигур находится на доске в начале шахматной партии? 32. 32, правильно. У какого мультипликационного котенка было очень неподходящее имя? Правильно. Как называются римские бани? Термы. Термы, верно. На какую роль режиссер долго не мог выбрать подходящую актрису и все-таки остановился на Вивьен Ли? Унесенный ветром. Да, но на какую роль? Скарлетт О'Хара. Какая планета Солнечной системы ближайшая к Солнцу? Меркурий. Верно. Эта азиатская фабрика звезд производит более 800 фильмов в год, верно. Проплывая мимо какого острова можно было попасть в царство славного Салтана? Буяна. Буяна, верно. Она всех сильней от тайги до британских морей. Красноарм. Правильно. Назовите итальянского режиссера автора фильмов «Дорога», «Сладкая жизнь» и «Корабль плывет». Феллини. Феллини, Федерико. Верно. Шестая книга о приключениях Гарри Поттера называется? Дальше. «Гарри Поттер и принц полукровка». Назовите самое крупное по запасам пресной воды озеро на земле. Верно. Какая страна, согласно анекдоту, летом похожа на сапог, а зимой на валенок? Италия. Италия. Правильно. Кто автор лунной сонаты? Италия. 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 Конкурса, который означает, что у нас есть две блестящие команды, и мы вправе ожидать от них блестящей игры. Нас ждет интеллектуальная азбука. Второй конкурс интеллект-шоу «Умнее не придумаешь». Сейчас за моей спиной на телевизионном экране будут возникать изображения. Возникать они будут в алфавитном порядке. И они будут объединены единой темой, которая сегодня звучит так – 19 век. Вам придется разгадать эти изображения, но прежде нужно будет нажать на кнопку. И тот, кто сделает это первым, получит право первым ответить на вопрос. Но отвечать надо обязательно правильно, потому что только в этом случае вы получите искомое очко. А вот если ответить неправильно, то правильно попытаться сможет ответить уже любой участник команды соперника. Ну, я надеюсь, что для наших постоянных зрителей, и уж тем более для участников, правила известны и знакомы. Итак, поехали. Буква «А». Пожалуйста, Виталий. Антарктида. Антарктида. Она открыта в 1820 году экспедиции Белинсгаузена и Лазарева, поэтому имеет полное отношение, прямое отношение к 19 веку. Буква «Б». Пожалуйста, Александр. Бисмарк. Отто фон Бисмарк, верно. Буква «В». Вновь Александр. Королева Виктория. Королева Виктория, да, королева правившая столь долго, что ознаменовала собой целую эпоху, названную викторианской. Буква «Г». Вновь Александр. Грачи прилетели. Александр, как вы видите, обладает не только энциклопедическими знаниями, но еще и отменной реакцией. Совершенно верно. Алексей Саврасов написал эту картину в 1871 году. Буква «Д». Александр. Декабрист. Там что-то дернулся Виктор, но не успел. Ну, восстание декабристов, совершенно верно, это 1825 год. Буква «Е». На этот раз Виталий дернулся первым для того, чтобы сказать, что «Е» это что? Не надо подсказывать, Александр. Раз, два, три. Но это был Екатеринский дворец. Их, конечно, много, Екатеринских дворцов. Каждый второй дворец в нашей стране Екатерининский был. Но, пожалуйста, кто будет отвечать из вашей команды? Екатеринбург. Еще круче. То есть, все равно как-то вокруг Екатерины сильно она запала. Видите ли, Екатеринбург основан не в 19 веке. Екатеринские дворцы в 19 веке не строились, потому что Екатерина, матушка, жила, как вы понимаете, в 18. А это, друзья мои, город Ессентуки, основанный в 1825 году. Буква «Ж». Итак, Виктор, наконец. «Женитьба Бальзаминова». «Женитьба Бальзаминова». А почему? А какой он отношение к 19 веку имеет? Потому что Бальзаминов женился в 19 веке. Ну, так, условно говоря, он, конечно, вообще никогда не женился, потому что не было такого Бальзаминова в природе. А придумал его Александр Островский, написавший эту пьесу «Женитьба Бальзаминова» в 1861 году. Совершенно верно. Буква «З». «З». Итак, не надо бить так сильно, Сергей. Пожалуйста. Это золотой приезд. Экландайк. Хорошо, а на «З», как это назвать, как это называлось? Это действительно золотой приезд и кландайк. А как это называлось-то, вот, все удовольствие на «З». У нас есть шансы. У нас есть шансы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Сергей. А так сильно ударили. Ну, так а что... Золотая лихорадка. Золотая лихорадка называлась это явление. Ну, что ж, буква «И». Пожалуйста, Юрий. «Ена». «Ена», а почему она имеет отношение к 19 веку? Потому что, я так думаю, что как денежная единица была... Вы абсолютно правы. Денежная единица Японии «Ена» введена в 1869 году. Буква «И» краткая. Пожалуйста, Виталий. Ну, может, Нью-Йорк? Или Йорк? Ну, Йорк-то не похож. Йорк — это английский город. Ну, пожалуйста. Йоханнесбург. Йоханнесбург. Это Йоханнесбург, действительно. Дело в том, что и Йорк... Ну, Йорк-то уж совсем давно. И Нью-Йорк. Конечно, не в 19 веке основан. А вот Йоханнесбург действительно основан в 1886 году. Буква «К». И на этот раз выигрывает Александр. Калиновский. Да, Кастусь-Калиновский, совершенно верно. Буква «Л». Вновь Александр. Линкольн. Авраам Линкольн. Совершенно верно. Буква «М». Александр. Мицкевич. Адам Мицкевич, совершенно верно. Буква «Н». На этот раз выигрывает Виктор. Наполеон Бонапарт. Совершенно верно. Буква «О». Вызвала легкие затруднения у всех, кроме Виталия, который нам сейчас скажет, что это... Не знаю, раз вот они дерутся, пускай это будет «Осада». А что, «Осады» не было до 19 века? Значит, «Осака». Ну, тоже давно. «Осака». Ну, это ближе, конечно, «Осака» к правильному ответу, но тем не менее... Попробуем «Опиумная война». Опиумные войны, совершенно верно. Браво, Виктор. Это серия войн между Китаем и Великобританией, которая произошла действительно в 19 веке. Буква «П». Александр? Прибытие поезда. Прибытие поезда, совершенно верно. Первый фильм «Братьев Люмьер», снятый в 1896 году. Буква «Р». Виктор? Ну, это двигатель паровой, ротор пускай будет. Ротор? Есть разве в паровом двигателе ротор? Ну, не реактивный, конечно же. Ну, ладно, понятно, что неправильно. Ну, а теперь кто будет отвечать? У нас Александр по транспорту. Не зря он шли дедегал. Александр по транспорту теперь у нас, оказывается. Александр. Это локомотив, ракета. Совершенно верно. Это один из первых паровозов, построенный в 1829 году Джорджем Стефенсоном. И назывался он «Ракета». Вот почему на букву «Р». Поехали дальше. Буква «С». Ну, Виктор? Суэцкий канал. Суэцкий канал, открытый в 1869 году. Совершенно верно. Буква «Т». Вновь Виктор. Трамвай! Ну, а может скажете еще, где этот трамвай? Вот это, совершенно верно. Это первый витебский трамвай, запущенный в 1898 году. Буква «У». Виктор? Ну, усадьба. Чья? Ванковичей. Правильно. Усадьба Ванковичей. Памятник архитектуры 19 века, который находится, ну, вот прямо-прямо в Минске. Буква «Ф». Александр? Фонограф. Совершенно верно. Это фонограф, который изобрел Томас Эдисон в 1877 году. Буква «Х». Виктор? Храм. Где? А, есть там, да. Да, но это, собственно, знаете, храмов много. И я вам хочу сказать, вот я вот честно вам могу сказать, что этот храм построен не в 19 веке. А город в 19-м. А город в 19-м, но вы же сказали про храм, поэтому что за город, нам скажут ваши соперники. Ну, скажите, да. Я на «Х» пока только один город знаю, Харьков. В Харькове вот такая река огромная. Херсон. Ну, это Херсон. В Херсоне такая река огромная. В Херсоне море. Нет, в Херсоне есть, да, в Херсоне есть. Да, есть, но это не Херсон. Друзья, вот знаете, почему это не Херсон? Потому что вот та река называется Амур. Да, это Хабаровск. Хабаровск. Буква «С». Александр? Царское село. Царско-сельский лицей. Конкретно основан в 1811 году. Че буква. Михаил? Черный пенни. Черный пенни. Первая почтовая марка. Здравствуйте. Буква «Ш». Ну? Сами тормозили. Шатин. Вы случайно нажали или... Случайно. Я понял, да. Да, в общем, можно было и не нажимать. Это не Шопен. Я понимаю, что для кого-то Шопен, что Моцарт, понимаете? Но нет, это не Шопен. А кто? Виталий Кольцов ответит. Это другой человек. А, понятно. Да. Да, да, да. Виталий, пожалуйста. Шуберт. Это Франц Шуберт. Совершенно верно. Вот. Нашелся знаток. Не только химии, но и музыки. Буква «Щ». Александр? Щелкунчик. Щелкунчик. Балет Чайковского, датированный 1892 годом. Три буквы осталось всего. Решающий рывок перед финалом конкурса. Буква «Э». Выигрывает Михаил. Эйфелева башня. Эйфелева башня. Строительство, которое завершено в 1889 году. Буква «Ю». Александр? Ювентус. Ювентус основан в 1897 году. И, наконец, буква «Я». Виталий. Явление Христа народу. Ну, я так думаю. Ну, хорошо. А картину, возможно, написали в 19 веке. Действительно, именно так. Явление Христа народу называется картина Александра Иванова, которая писалась целых 20 лет. С 1837 по 1857 год. Ну что ж, остается лишь посмотреть, с каким же счетом закончилось. 23-36. Заметно укрепили свое преимущество. Преимущество «Четыре перца». Но в утешение новичкам могу сказать, что многое тут уже случалось на нашем интеллект-шоу «Мне и не придумаешь». И поверьте мне, что 13 очков, особенно в конце всего лишь второго конкурса, вовсе не гарантия общей победы. У нас все впереди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это интеллект-шоу «Мне и не придумаешь». Это третий конкурс, который игроки называют и самым интересным, и самым загадочным. Интересным, потому что здесь, как минимум, я уступаю место ведущего нашему гостю. А загадочным, потому что этот гость каждый раз меняется, и каждый раз это звезда отечественного шоу-бизнеса, у которых мы просим не только задавать каверзные вопросы, но и поделиться своим искусством. Итак, друзья, я с удовольствием представляю замечательную девушку, великолепную певицу, я бы сказал, кудесницу Леса. Олеся на интеллект-шоу «Мне и не придумаешь». АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ну, несколько вопросов, да? Всего четыре. Как всегда. Как всегда. Ну, я надеюсь, что вы их отгадаете, они связаны с моим творчеством, может быть, немножко будет сложно, но тем не менее, я буду вам подсказывать, хорошо? Не надо. Не надо? Не надо, конечно, они же между собой соревнуются, конечно. Химикам не надо, перед темно. Подсказывайте мне, конечно. Начинаем с химиков. Начинаем с химиков. У меня в репертуаре есть песня, которая называется «Соловей спевая». Сейчас я ее исполняю, когда так получается, с Борисом Малисеевым, но первое мое выступление на Славянском базаре было с одним известным спортсменом, вы его все очень хорошо знаете, олимпийским чемпионом 2012 года. Кто это? Максим Мирный. Правильно. А между тем, у них было 10 секунд, чтобы подумать. Да. Два очка получает команда химиков, и теперь вопрос, на который первыми будут отвечать 4 перца. Так, товарищи, 4 перца. Одной из первых моих песен была песня «Жауроночка». Меня потом так и называли «Жауроночка» в белорусской эстраде. Ее слова к этой песне, стихи написал известный наш белорусский поэт, переводчик и литература бед. Назовите, пожалуйста, этого известного человека. Или Ханок, или Елисеенко. Это композитор. Ханок, да. Ну, пока, во всяком случае. Нил Гилеевич. Правильно. Товарищи химики, я прошу вас назвать композитора, с которым тоже повелось посотрудничать и мне, и ансамблю «Сябры». Он написал много известных песен, полька белорусская, батьковский мкут-ку. Ну, кто этот человек? Пожалуйста. Пускай это будет известный композитор Ханок. К сожалению, это... Ну, подождите, подождите, подождите. Если они не ответили, да, то мы можем спросить у ферцев, да. Елисеенков, что ли, может быть, в этот раз? Да. Ну, так вот теперь... Можно назвать, да? Это Игорь Михайлович Лученок. Да, то есть, на самом деле, с Ханком вы были ближе. Две последних букв это точно угадали. Три даже, три. Перцем, да? Всем четверо. Теперь этот вопрос заключительный, касается русской классической литературы. Я прошу вас назвать автора, изданной в 1903 году повести, которая дала мне тоже имя, конечно, Олеся. Назовите автора. Пора, господа. Классической русской литературы. Ну, 1903 год, а какая там должна быть? Ну, белорусская. А, не, ну, белорусская, да, понятно, но это была русская, русская, да. Ну, вы точно знаете. Поэтому надо думать, да, она называлась не Олеся, а Олеся. Олеся. Фильм такой. Кино, да, кино, помню. Марина Владимировна. Хороший кино. Тоже красивая девушка. Ой, отдуваться мне. Ну, отдувайтесь. Так, тогда. Классическая русская литература. Классическая, но не знаю. Ну, вероятность попадания процентов в пять все равно есть. Тургенев пусть был. В 1903 году Тургенев... Не было его, ну, не было. Ну, не было, да. Ну, ну. Боже мой, я думала, все знают. Минуточку. Не все знают. Все знают Тургенева. А знаете, почему? Потому что он Муму написал, а не Олеся. Да. Вот. Вот Муму все знают. Каштанку многие. Понимаете? А Олесю не все. Пожалуйста, Виктор. Пускай будет Бунин. К сожалению. Ближе. Во всяком случае, Бунин мог написать это. Но не написал. А написал... Вот сейчас всем станет стыдно, потому что все сразу вспомнят. Ну, конечно. Пожалуйста. Александр Куприн. Ну, конечно, Куприн. Господа. Ну, ай-яй-яй. Безвин, вот ай-яй-яй. Но ничего, друзья, я с самого начала сказал, что если не знаете правильного ответа, то как минимум улыбайтесь и поумнеете. Меня зовут Михаил Марквин. Это интеллект-шоу «Умнее не придумаешь». У нас впереди четвертый конкурс, который называется «Мой родный Куд». В этом конкурсе я буду задавать каждому из наших игроков сегодняшних последовательно вопросы исключительно по белорусской тематике. И как только кто-нибудь ответит неправильно, он будет, ну, исключен на этот конкурс из игры. И как только у одной команды не останется ни одного участника в игре, она проиграет, а соперник получит из кома и 5 баллов. Ну что ж, начиная с проигрывающей пока команды, обращаюсь к Виталию с вопросом. Какая крепость приняла на себя главный удар 22 июня 1941 года? Брестская. Брестская, правильно. Визави, тоже Виталий. Какие два слова можно увидеть на гербе Республики Беларусь? Республика Беларусь. Потрясающе! Юрий, какое животное было изображено на белорусской купюре в 25 рублей образца 1992 года? Лось. Лось? Просто лось! Александр, благодаря своему цвету костел святых Симеона и Елены широко известен под таким прозвищем. Шервон или Красный. Красный костел, совершенно верно. Сергей, на территории какой области Беларуси находится самая низкая точка над уровнем моря? Брестская. Нет, это Гродненская область и место это называется Неманская низменность. Вот у нас есть первая потеря в команде химиков. Михаил, в каком городе находится здание, являющееся практически полной копией Минского дома правительства? В Могилеве. В Могилеве, совершенно верно. Виктор, он три раза становился олимпийским чемпионом по вольной борьбе, причем в трех разных весовых категориях. Александр Медведь. Совершенно верно. Виталий, на водоразделе каких двух морей находится Беларусь? Балтийская. И? Ну и черная. Ну и черная, а я-то откуда знал. Балтийская и черная, совершенно верно. Ну, в общем, пока потери минимальные у нас. И вновь я обращаюсь к Виталию. В каком городе находится самая крупная гидроэлектростанция Беларуси? Витебске. В Витебске? А на какой реке? Не, Новолукомль. Вторая потеря у химиков, но это пока ничего не значит. Я обращаюсь к Виталию с вопросом из команды «Четыре перца». Какой крупный белорусский город вырос из небольшого строительного поселка Полоцкий? Ну, неужели Новополоцк? Неужели? Юрий, как звали первого князя, правившего Минским княжеством? Витов? Нет, звали его Глеб Всеславович. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот уже один капитан, только Виктор, противостоит всей команде. Обратите внимание соперников. Александр, вопрос к вам. В районе какого города в 1514 году состоялась крупная битва между войсками Московского княжества и объединенной польско-литовской армией? Битва под Орши. Совершенно верно. Но тут без вариантов. Виктор, в 1984 году эта группа выпустила альбом про Зусю войну. Песняры. Михаил, какая белорусская фехтовальщица завоевала в 1968 году две золотые олимпийские медали? Есть такая известная династия Скобликовой. Может быть, Скобликовой? Есть. Династия есть. А Скобликовой нет. Потому что две золотые олимпийские медали в 1968 году завоевала белорусская фехтовальщица Елена Белова. Но вот есть... Михаил становится первой потерей в команде «Четыре перца». И у Виктора появляется надежда. Виктор, кто сыграл роль «Красные шапочки» в фильме 1977 года режиссера Леонида Нечаева? Это белорусская актриса, которую я не знаю. Ошибаетесь, Виктор. Вы ее прекрасно знаете. Это Яна Поплавская. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот на этой оптимистической ноте, друзья, улыбайтесь, друзья, улыбайтесь. Мы же с вами договорились. Ну что ж, нам остается поздравить, да, победивших в этом конкурсе «Четырех перцев». Они еще укрепили свое преимущество. Но, друзья мои, во втором сезоне правила нашего последнего конкурса таковы, что даже такой разрыв еще не гарантирует победы лидерам этой игры. Итак, все самое интересное не устаю повторять. Я впереди. Это интеллект-шоу «Мне и не придумаешь». Это последний конкурс, который называется «Финальная битва». Четыре вопроса будет здесь разыграно. И каждый из них будет начинаться с того, что капитаны с помощью генератора случайных чисел нашего компьютера будут спрашивать или будут выбивать баллы, которые они получат в случае правильного ответа. Каждая команда может получить от одного до пяти баллов или звезду. Вот это новое правило второго сезона нашего интеллект-шоу, которое означает, что отвечать будет команда, которая эту звезду получила, а очков она получит в два раза больше, чем удастся выбить их сопернице. Итак, начиная с уступающей пока команды, испытываем судьбу. Прошу вас, Виктор. Три, два, один. Три. Надо было говорить пять-пять-пять. Ну, конечно. Виталий, ваша очередь. Один. Два. Ну что ж, что-то мне подсказывает, что первой отвечать будет команда химиков. Итак, внимание. Катаба. Это нож для резки овощей. Его лезвие заточено только с одной стороны. Для удобства использования этих ножей выпускаются две модели. для каких двух групп населения они предназначены? Левши и правши, соответственно. А было ведь у вас десять секунд для того, чтобы посоветоваться. Ну, мы и посоветовались. Вы уже посоветовались. Да, левши и правши. И вы уверены, что это... Окончательный ответ. Хорошо. Тогда, тогда правильно. Тогда левши и правши. Тогда разрыв в счете действительно становится на три очка меньше. А мы начинаем разыгрывать следующий вопрос. Ну, веселее вам стало? Нам вообще. Два раза по стопу можно успеть отыграть. Давайте, вперед. Виктор, да, нажимайте. Пять, пять, пять. Теперь вам надо приговаривать пять, 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 когда будет нажимать Виталий. Вот мне нравится эта интеллектуальная игра. Уже никто не на что внимания. Вот настолько фортуна сейчас захватила наших интеллектуалов. Виталий, давайте, жмите. Пять, пять, пять. Три. Ничего, неплохо. Неплохо. Внимание. Канцлеру Германии, внимание. Канцлеру Германии Гельмуту Колю, пытаясь утащить чемодан, сломали пальцы. Актеру Чарли Чаплину набили за пазуху бутерброды. В каком европейском городе произошли такие странные события? Не так быстро стремятся ответить химики в этот раз. Ну, и так, какая версия? Ну, посовещавшись с командой, мы даем ответ Париж. Почему? Потому что там очень любят ломать пальцы и толкать за пазуху бутерброда. Именно Гельмуту Колю. Всякий раз, как он приезжает туда, ему хрясти пальцы ломать, и он чемодан вытаскивает. Да, да, да. Ну, в общем, понятно, что Париж, просто ребята знали Париж. Понимаете? Решили сказать, что Париж. Жодина. Жодина нелогична. Я бы сказал, чем Париж. Хотя смысл одинаковый, примерно. Ваша версия, господа. Посовещавшись. Да, да, да. Очень долго. С Гельмутом Колем. Колем, да. Что-то у нас ничего не складывается. Ну, Лас-Вегас. А вы прослушали вопрос. В каком европейском городе в каком европейском городе произошли такие страны? Значит, я должен вам сказать, что Лас-Вегас в этом смысле еще дальше, чем Жодина. Друзья, ошибочка ваша заключалась в том, что вы забыли, что кроме... Да, практически. Это все-таки правильный ход мысли. Но кроме двойников есть еще такой замечательный музей. Да. И главный такой музей находится и первый такой музей. Сейчас, кроме этого музея, есть еще филиалы, да, самый большой в Амстердаме. Но главный такой музей находится в Лондоне. И именно в нем произошли все эти события. Музей Мадам Чусо. Красивый вопрос. Давайте поаплодируем нашим редакторам. Ну что ж, еще можно успеть. Да, 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 да. Пожалуйста, Виктор, давите. Два балла. Четыре. Виталий необыкновенным напряжением всех духовных и физических сил вырывает для своей команды возможность ответить первым. И реабилитироваться за Лас-Вегас. Внимание! Известно, что в Японии земля на вес золота, поэтому дома строят экономя каждый метр. Но эти заведения выделяются среди других просторными помещениями и высокими потолками, потому что японцы считают, что высокую душу нельзя вырастить в низкой комнате. Назовите эти учреждения. Итак... Коллективная версия это школы. А вот неправильно, можете себе представить? Логика в этом, разумеется, есть. Но когда мы сейчас получим правильный ответ, ну, например, от ваших соперников, вы поймете, почему почему это не так? Итак, ответ школы неправильный. А ваша версия? У нас вот такая интересная версия. Это роддом. Хорошая версия. А вы считаете, что высокую душу выращивают непосредственно в роддоме? Изначально. Понятно. Друзья, ну, на самом деле, истина ровно посередине. Это детские сады. Понимаете? Это детские сады, друзья. И, конечно, такая версия была. А знаете, почему школа ошибка? Потому что только до шести лет японцы дают полную свободу своим детям. Да? Значит, ребенок царь до шести лет, а с шести лет раб. Да? И вот поэтому только детские сады имеют большие площади. Ну что, давайте еще раз поаплодируем нашим редакторам. Я не устаю повторять, что лучший вопрос это тот, на который невозможно ответить. А когда ты узнаешь правильный ответ, ты не понимаешь, как можно было не ответить на этот вопрос. Но у нас есть еще один вопрос. И хотя на самом деле четырех перцев уже можно поздравить с победой, потому что разрыв к последнему вопросу больше десяти очков. Вот. Но я думаю, что это была такая шикарная игра вот по внутреннему ощущению, что мы с удовольствием продлим себе просто это удовольствие. Ну что ж, Виктор? Поехали. Пять баллов. Один балл. Приравнивается. Внимание, химики. В одном афоризме любовь сравнивается с этим предметом, ведь она наполняет сердце и опустошает рассудок. Что это за предмет? Ладно, я даю свою версию ответа. Это смеситель. Мини-экран. Вот ты открываешь, наполняет любой, соответственно, предмет и опустошает вот то, что там в трубе находится. Ну, неправильно, но интересно. Я согласен, только настоящий химик, я как химик-химика вас очень хорошо понимаю. У нас есть очень красивая версия и озвучит ее автор этой версии Михаил. Напоминаю, наполняет сердце и опустошает разум. Так что же это? возникла такая ассоциация, что это песочные часы. Это песочные часы! Браво! Давайте! Друзья, это красивейшее окончание красивейшей игры. Давайте поаплодируем обеим командам и начнем мы с химиков, которые сегодня много и хорошо отвечали и не меньше улыбались и заставляли улыбаться всех здесь присутствующих и всех уверен телезрителей. И поэтому по праву сегодня они получают классические памятные призы от телеканала СТВ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну а команда «Четыре перца» делает свой торжественный шаг. Вот уже второй раз она делает шаг в четверть финала. Будем надеяться, что на этот раз этот шаг будет их первым шагом к победе. И именно эта команда победительница, каждый из членов этой команды, которая станет победительницей второго сезона, получит от партнера программы Технобанка карточку премиум-класса Visa Gold и сможет в полной мере оценить сервис самого высокого уровня. От идеи до прибыли один банк. Технобанк. Друзья, мы сегодня точно стали умнее потому, что получили множество интересной информации и потому, что много улыбались. В общем, самое главное, друзья, я хочу повторить следом за Григорием Гориным, замечательным драматургом, который сказал устами своего не менее замечательного персонажа барона Мюнхаузена «Не делайте умное лицо». Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь. Улыбайтесь и просто по жизни. И улыбайтесь, когда отвечаете на каверзные вопросы, которые ставит перед вами и жизнь, и интеллект-шоу «Умнее не придумаешь». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова